В поселке Зимовники, который подвержся оккупации во время Великой Отечественной войны, накануне отметили День защитников Отечества. Празднование было приурочено к юбилейным датам – 70-летию со дня победы Сталинградской битви и 69-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. Гостями мероприятия стали не только руководство поселка и школьники, но и живые свидетели тех страшных событий, те, чьими руками ковались победы в Великих сражениях Отечественной войны. Ежегодно в преддверии 23 февраля Зимовниковский дом культуры встречает героев. 2013 год – это год празднования 70-летия победы в Сталинграде и 69-летия освобождения Ленинграда. Участники тех событий – герои сегодняшней встречи. Владимир Львович Берельковский в Зимовнике приехал из Волгодонска. Его жизнь – славная летопись советского солдата. 18 лет попал на фронт. Задачей парня было обеспечивать связь командования с артиллерийскими расчетами. В Сталинградской битве Владимир Львович участвовал три дня до ранения. Ветеран запомнил их на всю свою жизнь. Мы войну увидели настоящую, когда бесконечные воздушные бои. Тут идет обстрел орудий, тут бомбят тебя, тут же взрывается склад, загорелся снарядами, начали рваться. Но у тебя конкретная задача – провод связать. И ты ни на что не обращаешь внимания. Тебе скрутить, скрутить, он там пять минут поговорит, и опять провод порвали. Поселок Зимовники в этом году также отмечает 70-летие с момента своего освобождения и снятия фашистской оккупации. В 43-м году наш поселок был освобожден 8 января. Вот здесь есть стенды «Дети войны». И мы помним, это все наши зимовниковские люди, те, кто действительно пережил эту войну. Об ужасах оккупации, под которой поселок находился в течение 161 дня, напомнил его глава Сергей Фоменко. Буквально в первые дни было убито более 250 зимовниковцев. Всего же населенный пункт потерял более 700 своих жителей, включая женщин, стариков и детей. Большую часть из гостей мероприятия составили учащиеся школ и среднеспециальных образовательных учреждений. Подобные встречи с ветеранами несут цели патриотического воспитания. Ведь молодежь в глазах героев на живых примерах видит, что значит долг и Родина. Виталий Никулин, Иван Иванков, Новости ВТВ.